Мы не в месяц тратим 200 евро, мы 200 евро на еду тратим в неделю. Один месяц мы выдыхаем, а второй месяц мы вдыхаем, когда мы получаем эти счета. Самый большой счет был на 400 евро за электричество. Школа стоит 510 евро. 200 – это просто те расходы, которые мы несем, вот даже еще не поели, не попили, не чихнули. Всем привет! Первый выпуск на этом канале был о том, сколько же стоит жизнь в Испании. Тогда я говорила, что 2000 евро – это та сумма, которой вам хватит на минимальные какие-то расходы и на достаточно комфортную, но скромную жизнь в Барселоне. Шо там? Еще комфортно мне тут? В принципе, я прожила здесь 9 месяцев, и я считаю, что да, до сих пор я считаю, что 2000 евро – это та сумма, которой вам в месяц плюс-минус хватит. Но сегодня я хочу рассказать о том, сколько же мы тратим денег, конкретно я, конкретно наша семья. Сколько у нас уходит денег в месяц. Так, и что оказалось? Первая статья, и если вы смотрите мои видео давно, то вы знаете, что моя квартира стоит 1000 евро в месяц. Вы можете посмотреть обзор квартиры, где-то здесь будет подсказка. Плюс коммуналка. Коммуналка у нас сейчас приходит один раз в два месяца. Это очень удобно, потому что один месяц мы выдыхаем, а второй месяц мы вдыхаем, когда мы получаем эти счета. Самый большой счет был на 400 евро за электричество. Сколько? Это за два месяца. Тогда мы включали кондиционер активно, это было лето, это был, по-моему, июль-август или август-сентябрь, я уже не помню. Вот тогда мы заплатили 400 евро за электричество и порядка 150 евро за два месяца за воду. То есть в среднем мы можем сказать, что в месяц за коммуналку, если прям не экономить, мы платим 300 евро. Это обязательные расходы на квартиру. Но это еще не все. Дальше у нас есть ребенок. Ребенок ходит в платную школу. Школа стоит 510 евро. Меня спрашивали, повышает ли школа из года в год тарифы. Ну вот в этом году на 10 евро повысили, я считаю, что, в принципе, считай, не повышают. Дальше ребенок ходит на английский дополнительный, дополнительный английский прямо в школе. Он стоит 60 евро в месяц за два занятия в неделю. Итого 510 плюс 60 — 570. Дальше Саша вдруг решил, что он очень хочет рисовать, что он художник. И мы записали его в школу. Помимо матрикул и вступительных взносов на всякие краски, карандаши, клеенки, там еще что-то, мы платим 50 евро в месяц за эту школу. Плюс он занимается математикой. Если перевести в евро, то это еще где-то 60 евро на репетитора по математике. Плюс он занимается испанским языком. Сейчас у нас недорогой репетитор по испанскому. У нас один урок стоит 10 евро. Соответственно, ну пусть будет 50 евро в месяц еще на испанский. И плюс он занимается программированием. Это еще где-то 50-60 евро в месяц на программирование. Соответственно, только на ребенка в месяц уходит еще 800 примерно евро, да, если округлить. Да, я бы мне так посчитала. Примерно цифра поточнее будет здесь. Получается 1300 плюс 800 — это уже 200. Это просто те расходы, которые мы несем. Вот даже еще не поели, не попили, не чихнули. Здесь я, конечно, не учитываю форму в школу, которая была куплена заранее, не учитываю учебники. Об этом я тоже рассказывала. Сколько стоит собрать ребенка в школу в Барселоне, посмотрите видео. Будет тоже подсказка, если кому-то это интересно. Это достаточно дорого, кстати. Дальше. На еду мы тратим в месяц где-то 200... Ой, в месяц. Я все время путаю. Мы не в месяц тратим 200 евро. Мы 200 евро на еду тратим в неделю где-то. Получается, в месяц где-то 800 евро у нас уходит на продукты. Получается, что 200 плюс 800 — и того уже 2 900. Вот мы поели, попили и все. Но туда же в эти 800 евро входят и всякие бытовые мелочи, типа там средства для мытья посуды, капсулы для посудомоечной машины. Мы не отделяем как-то продукты вот от этих бытовых мелочей. На шампуне, бальзамы и там прочее. Саша, шампунь, мыло уходит где-то 100 евро в месяц, потому что мы покупаем хороший шампунь, хороший бальзам, мыло, которое очень быстро расходуется, его много всегда. Вот получается, уже вот 3000 евро мы насчитали. На что еще мы тратим? Мы тратим на интернет. Интернет, телевидение и две сим-карты стоят 70 евро. У нас Orange провайдер. Потом мы покупаем проездные на транспорт. Это два проездных. Сейчас они со скидкой продаются 50%. Раньше они стоили 40 евро, сейчас они стоят 20 евро. Вот мы покупаем два проездных по 20 евро, и того плюс еще 40 евро. Я хожу на маникюр, в среднем где-то один раз в три недели. Маникюр стоит 35 евро. Плюс раз в месяц где-то я хожу на брови. Колоссальное значение, сейчас приобретают брови. Они стоят тоже 35 евро. Плюс я хожу к косметологу. Там всегда разные цены, но если усредненно, то в месяц на косметолога я трачу еще 100 евро. Сейчас все это мы посчитаем. Я еще раз говорю, я в уме просто не очень хорошо считаю. Что еще? Еще я посчитала, что примерно 100 евро в месяц мы тратим на всякие мелочи. Это типа там Саша новую футболку надо купить, надо шапку вдруг купить. Ой, он там кроссовок порвал, надо новой кроссовки заказать. Или там мне, например, не знаю, я иду куда-то, вот шарф мне холодно там надо купить. Или домой плед надо купить, или чашка какая-то мне понравилась. То есть вот на какие-то такие бытовые и небытовые мелочи мы тратим где-то 100 евро в месяц. Я специально не буду говорить про одежду. Здесь ничего, одежда вообще будет плюсом ко всем вот этим расходам. Потому что, во-первых, у нас есть практически вся одежда, мы ее привезли с собой, нам ничего не нужно. Обувь здесь не изнашивается практически, вы видите, да, за моей спиной чистоту двора. И на каждой улице очень чисто. В принципе, если у вас есть две пары кроссовок, прекрасно, вам никакая обувь другая больше не нужна. Поэтому это я не учитываю. И эта статья расходов у нас какая-то неприоритетная. Мы не покупаем себе постоянно что-то. Вот. То есть вот 100 евро уходит на какие-то такие мелочи. Просто то, что нужно докупить, то, что не входит ни в одну категорию из тех, что я перечисляю. Мы, конечно, уже здесь мы привезли какую-то косметику свою из России. Но здесь уже мы покупаем косметику. Это крем для лица, крем для тела, SPF, там, бальзам для губ. Ну, какие-то вот такие средства. И сколько эта фигня стоит? Ну, допустим, 50 евро в месяц я поставлю, потому что покупаем мы сразу много на большую сумму. Но пользуемся, очевидно, не один месяц, а там, ну, минимум три месяца шаг у нас в покупке вот таких вещей. Поэтому я в среднем посчитала, ну, пусть это будет 50 евро в месяц. Может, даже к чем-то и 4 месяца. Там крем для тела, например. В июне мы его купили, а сейчас уже, что у нас, ноябрь, декабрь, 1 декабря. Я записываю этот выпуск 1 декабря. Получается, вот полгода я им пользуюсь. То есть, в принципе, 50 евро в месяц – это бюджет на косметику. Каждую неделю мы с друзьями ходим не в баню, а в кафе. Мы ходим в кафе. Это два раза в неделю примерно. Это либо пятница вечер, либо четверг вечер. В общем, какой-то день на неделе. И какой-то день обязательно в выходной мы тоже ходим в кафе. Средний чек на троих в кафе, ну, где-то 50-60 евро обычно. То есть, получается, что в неделю это 120 евро. Ну, вот умножаем на 4 недели, и это уже там 600 евро практически, да. То есть, 600 евро еще в месяц мы тратим где-то на рестораны, кафе, на пиццу. То, про что я рассказывала в прошлом выпуске. Пицца, Кока-Кола. Посмотрите, если не видели, про то, как я заедала свой стресс от переезда. И где-то, ну, пусть будет 170-180, чтобы округлить. Там около 4 тысяч уже получилось, да, я так примерно полагаю. Чтобы округлить вот эту сумму, мы тратим на кофе, на булочку. Ну, вот я, например, записываю видео. У меня с собой стаканчик кофе. То есть, вот на все вот такие мелочи, да, или там с друзьями мы куда-то идем. Не на обед, а просто, там, не знаю, попить кофе тоже, там, покупаешь кофе, либо на бранч. Но тут уже ситуативно. Мы не каждую неделю куда-то ходим на бранч, потому что есть работа. Вот, иначе на что бы мы это все тратили, если бы мы еще днями ходили бы на бранч и часто ели бы с друзьями. Вот, днем все-таки у нас рабочий день. Так вот, получилось, что конкретно наша семья без одежды, еще раз повторюсь, то есть здесь в этой сумме нет одежды и обуви на всю нашу семью. Без путешествий, в этом не учтены никакие поездки, без дополнительных расходов. Например, если в какой-то месяц у Саши в школе есть лагерь, то лагерь на два дня стоил, например, 120 евро. И весь класс едет, ты не можешь не поехать, да. А к этому лагерю нужно купить налобный фонарик, там, что-то еще ему там с собой, там, спальный мешок. Слава богу, мне дали его. Вот, то есть вот такие расходы, они не включены, спонтанные расходы, грубо говоря. Например, если месяц какой-то, в который мы куда-то едем, либо у Саши в школе какое-то мероприятие вот такое платное, то сумма может доходить и до 5000 евро в месяц. Но это, опять же, без каких-либо, ну, ограничений. Потому что понятно, что если денег нет, то как-то бы объяснили, почему ребенок не поедет вместе со всеми. Если у вас нет ребенка, вы отсюда тысячу как минимум, ну, и то, вы из еды тоже больше можете вычесть, потому что фрукты, ягоды, все вот это самое дорогое, по сути, это и ребенок ест, он любит и фрукты, и ягоды, и слава богу. Вот, то есть если у вас нет детей, то вы, конечно, сильно сэкономите. Если у вас детей двое, то я вам очень сочувствую. Денег не хватит. Потому что дети, это, конечно, дорого, наверное, в любой стране это дорого. Вот, задавайте свои вопросы, если у вас они есть, может быть, я что-то забыла, может быть, вы тратите гораздо больше, или, может быть, вы тратите гораздо меньше. Вот, я не предлагаю обсудить, кто сколько тратит, потому что, мне кажется, ну, каждый человек тратит столько, сколько он хочет, да, кто-то 10 тысяч евро, кто-то тысячу, это абсолютно как бы не предмет дискуссии. Кто сколько зарабатывает, кто сколько может, кто столько хочет, кто столько и тратит. Вот, я вам просто рассказала то, как есть по факту в нашей семье, то, как вот сейчас у нас все устроено, чтобы вы понимали примерно, сколько стоит жизнь в Барселоне вот такая вот обычная, повседневная, без каких-то там, не знаю, суперфрат. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, пишите комментарии, подписывайтесь на мой инстаграм, увидимся в среду, пока-пока!